Трагедия в том, что сегодняшнее детское кино чудовищно отстаёт. Когда-то давно-давно, мы опоздали с вами на всю жизнь. Вот мы опоздали, мы больше не можем их догнать. Сегодня, когда существует «Аватар», «Гарри Поттер», «Василин колец», это как бы я специально высочайший класс говорю, технические и придуманные и так далее, мы даже близко не можем подступить в силу огромного количества причин. Если государство хочет помогать, то нельзя за те три копейки, которые они дают, делать. Вот наш несчастный Ярлаж на сегодня, который вроде бы жив и 41 год, мы тоже на 40% срезали нам бюджет. Мы вынуждены увольнять людей, сокращать. Я говорю, давайте, может быть, меньше выпускать, это же кроме нас никого не интересует. Нет, вы должны выучить столько, сколько вы сказали. И вот результат. Мы сегодня, по поводу полнометражного кино, мы можем найти какие-то места, окошки, которые нас вставляют в телевизоре, и мы стали чисто телевизионным продуктом. Пожалуйста. Что касается детского кино, я как эксперт по проектам детским, в ужасе читаю игровое кино. И читаю, думаю, ну кто это будет смотреть? Ну что вы? Может быть, раздать людям гонорары и не снимать кино? Может быть, это дешевле будет? Что это потому, что они и по задачам какие-то, и дети совершенно отдельно от этого кино. У него дома приставка в 3D. Будет он в вашу лабуду смотреть картонную? Значит, что сегодня? Какие приключения? Вовка сбежал из дома, мама переживает, Вовка бегает, а потом вернул? Невозможно. Мальчик влюбился в девочку, девочка в мальчика, а потом влюбился в другого. Ну кого это сегодня их? Понимаете, к сожалению, к большому, они уже пропитаны американской формой взаимоотношений. Этого экшена, за которым ничего никогда не стоит. Более-менее или не более-менее хорошие данные, только анимация. Анимация, полнометражная анимация, выдерживает уровень ее. Отдельный разговор. Но анимация и зарабатывает деньги. Хотя, насколько я понимаю, «Маша и Медведь», знаменитый сериал, который сейчас в Италии вообще номером один и так далее, у них настолько дорогое производство, что они продают дешевле, чем снимают. Это же не должно быть такого. Вот факт остается фактом. И мы сейчас ставили как на Западе эти продукты, составляющие и так далее. Это все достаточно, но хоть как-то идет. Все, что касается игрового кино, очень грустное, печальное зрелище. На фестивалях побеждают какие-то картины, приносят призывы, но это никого из зрителей не интересует вообще. Никаким образом. Нет ни одной картины детской, которая как-то колыхнула, потому что бюджета нет, рекламы нет, плюс еще сюжет руки-ноги оторвать, и снято как, понимаете? И все это. И что? Вот результат такой печальный. Я из последнего года запуска хотел бы посмотреть, что, так сказать, получится. Там было пару картин, которые могут как-то увлечь, но поменьше детей. Но таких вот, слово «детей 12 лет», фиг, чем увлечешь из нашего кино. Все каналы отторгают детское кино, потому что огромные ограничения по рекламе не дают возможности показывать. Значит, они вообще его выталкивают. А зачем? Оставляют, по законам они должны иметь 26% детского. Никто это ничего не имеет. Они по ночам показывают, говорят, было, было, вот все, поменьше. И так далее, и так далее. Не хочу называть каналы, хочу говорить о том, что есть на самом деле. Значит, соответственно, прокат не прокатишься, по телевизору никто не берется. Все, приехали. Я сейчас говорю не о степени, там, качества, вообще как бы по модели, а по качеству все это разваливается. Плюс денег никто не дает, и вкладывать никто не хочет. Мировое кино из нашего не получается. Хотя во всем мире семейное кино самые большие деньги приносит. Вот когда для всей семьи один дома, там, понимаешь, вот такие бомбы. Гарри Поттер и так далее. Это, как бы, хоть и детское, но это семейное кино. Значит, нужно создавать кружки по разным городам, которые будут брать всякие картины, стараться их обсуждать, разговаривать, не только фестивальное, вот, чтобы они, какой-то журналист из этого города должен поработать в интернете, собрать людей, сделать вступительное слово, показать кино, пообщаться, быть модератором этой всей ситуации. Они могут окрепнуть. Жаль, что в это время прекрасно жить не придется ни мне, ни тебе. Это правда. Но если мы сегодня этого не будем делать, этого не будет никогда. Это попытка, потому что те люди, которые ходят в кино, это, так сказать, достаточно 15, 27, 28, они, так сказать, отравлены американским кино, они другое смотреть не могут. Потому что начинают складывать в сюжет, начинаются терять, они раздражаются, злятся, потому что они путают, не могут держать сюжет больше 2-3 минут. Почему Яролаш еще держится? Потому что 2-3 минуты любой ребенок держит, а пятая минута он начнет терять. Вот что происходит.